Хорошее видео, образовательный контент для D1 большая редкость. Можешь сделать видео о том, как правильно отыгрывать за саппортов на Изи Лайне, как держать лайн при помощи отводов, когда нужны двойные отводы и когда одинарные, и так далее и тому подобное. Что ж, на самом деле все просто. Все мы знаем, что наш корр должен держать линию, но это смотря какой корр на самом деле. Вот допустим, играя в хай играх, можно заметить, что линия стоит на одном месте. Как представлено у вас на видео, я просто пинаю крипов в одном месте. Очень важно соблюдать баланс, не разбазаривать тычки, не бить просто так, а просто наносить ластхиты. Вот от этого именно и пошло ластхит, то есть добивание. Присмотритесь, я держу линию просто в одном месте, я стараюсь ластхитить, просто ластхитить. Нахожу баланс, когда нужно атаковать крипа, и когда выравнивать линию, отхожу немного и продолжаю в том же духе. Как бы все просто. В случае, если же линия у нас будет ломаться, так как безупречных линий не бывает, это, ну, тут уже идет отвод. Отвод будет делать у нас саппорт. Но я на данном видео покажу, что, ну, вместо саппорта я это буду делать, так как, ну, блин, некому, некому. Окей. На третьей минуте у нас рисуется баллиста. Что баллиста делает? Баллиста идет и просто крушит все на своем ходу. Нельзя ее подпускать товарам. Просто нельзя, потому что она бешено бьет по товарам, запомните. Эта информация в дальнейшем нам пригодится. Мы продолжаем дальше крепиться. Стоим и держим линию просто на одном месте. Как правило, в фрифарме уже на седьмой минуте можно иметь неплохие слоты, такие как у меня ПТ, Аквила и Топорик. Этого вполне достаточно, чтобы уже переходить к лесу, подфармливать лес и, ну, я думаю, стоит забрать тавер. Чтобы забрать тавер, ну, нам нужно соблюдать тайминги. На шестой минуте, как представлено на видео, я ухожу в лес с включенной базилкой, заметьте. Так, сори, будильничек вылетел. Отвожу крипов. Делаю одинарный отвод. Знаете зачем? Чтобы задержать этих крипов и подвести крипов, которые будут резнуты у нас на 6.30. А знаете, что в 6.30 появляется? А подумайте. Рисается вторая баллиста. А это значит, что мы можем спушить тавер, в принципе, за один заход. Как видите, крипы все еще держатся на отводе. Но важно не потерять баллисту, которая вышла первой на третьей минуте. Как видите, крипы уже идут. Идут две пачки сильных крипов с сильной баллистой. Тут важно тоже держать баланс. Защитить баллисту и уже супер пачкой идти и крушить тавер. А пока антимаг бодренько справляется с крипами, мы перейдем ко второму вопросу. А к второму вопросу мы перейдем после того, как антимаг допинает тавер. Поэтому ждем, ждем, еще раз ждем. Зачем нужен двойной отвод? Двойной отвод нужен для того, чтобы вернуть линию обратно. Сейчас заласкить тавер и продемонстрирует. Блин, будем считать, ребят, что вы этого не видели. Окей, переходим к дабл отводу. И зачем он нужен? Дабл отвод нужен для того, чтобы вернуть наших крипов к нам под тавер, где мы безмятежно и спокойно фармили. Обратите внимание, наши крипы сейчас находятся под Т2 врага. Как же их вернуть обратно? Просто берем гнольчиков, которые стоят у нас в лесочке, рубим деревце и приводим туда сатиров. Наша главная задача это убить наших крипов, убить нашу пачку крипов. Ну, можете еще попутно зафармить, конечно, сатирчиков и гнольчиков, но это уже зависит от вашего скилла. Но у нас же главная задача вернуть линию, поэтому можно и пожертвовать фармом. Окей, возвращаемся на линию, что мы видим? Крипов вернулись обратно. Ну, в принципе, задача выполнена. Я надеюсь, я ответил на эти вопросы. Что ж, ребят, ну, если понравилось это видео, как просто управлять линией, как оставлять хардлайнера без экспы, то, пожалуйста, жмакайте, Луис. Давайте наберем сейчас, я не знаю, вы за сутки набрали 120, 140, 150 лайков. Давайте наберем 200 лайков, и я буду продолжать выпускать видео в таком же духе. Просто некоторые видео будут идти по вопросам, как это видео, а некоторые видео будут именно про фишки. Я не знаю, я на это видео убил, ну, достаточное количество времени, и оно получилось объемно. Надеюсь, что-то интересное вы из этого видео узнаете. Ну, а что ж, с вами был я, как обычно. Ребят, всем спасибо. Ставьте лайки, комментируйте. Ну, и, конечно же, хорошего настроения. Все, счастливенько. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!